Коллеги, добрый день! Мы продолжаем нашу дискуссию. Следующая тематика посвящена особенностям нутритивной поддержки при стрессовой гипергликемии и сахарном диабете в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, с каждым годом неуклонно увеличивается продолжительность жизни людей в мире. И нас это не может не радовать. Однако у этого радостного события имеется и обратная сторона. К сожалению, пациенты отделения реанимации и интенсивной терапии с каждым годом становятся старше. На самом деле, средний возраст больных в отделении реанимации и интенсивной терапии превысил уже 65 лет. Соответственно, увеличивается количество пациентов старше 80 лет и анестезиологи, реаниматологи, да и врачи других специальностей испытывают определенные трудности в лечении этих больных. К сожалению, летальность варит у таких пациентов выше. Более того, даже если нам удается пациентов перевести в профильное отделение, выписать из стационара, то в течение первого года летальность остается повышенной в сравнении с теми пациентами, которые не были госпитализированы. Если обратиться вот к данным этой диаграммы, то мы видим, что средний возраст больных в отделении реанимации, он превышает у нас цифру 65 лет. Ну, главной причиной увеличения числа осложнений показателей летальности у этих пациентов – это наличие коморбидной или, как ее иногда еще называют, полиморбидной патологии со снижением функциональных резервов организма. Также полиморбидной патологии тесно связан синдром старшеской астении, который ухудшает прогноз. В настоящий момент определение коморбидности представлено вот на этом слайде – это состояние, обусловленное наличием нескольких заболеваний у одного пациента, которые могут быть как связаны патогенетически, так и отдельными. Ну, наиболее часто сочетаются следующие заболевания, с которыми мы сталкиваемся у наших амстезологических реанимационных пациентов. Это ищемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия и сахарный диабет второго типа. Мы видим, что коморбидность в среднем по популяции составляет 33%, а вот у пациентов старше 65 лет, с теми, с которыми мы в основном имеем дело, уже достигает 90%. То есть практически все пациенты так или иначе имеют какую-то хроническую патологию, которую приходится учитывать в процессе лечения критического состояния. И я полностью согласен с авторами этой статьи, которые говорят о том, что мы можем, знаем, как курировать больных с сахарным диабетом, но мы, к сожалению, не знаем, как курировать пациентов, когда у них есть несколько заболеваний. Бронхит, артериальная гипертензия, какие-то еще нозологии. В настоящий момент под сахарным диабетом принимают группу метаболических заболеваний, характеризующихся хронической гипергликемией, которая является результатом нарушения секреции инсулина, действия инсулина или обоих этих факторов. Хроническая гипергликемия при сахарном диабете сопровождается повреждением дисфункции и недостаточности различных органов, в том числе глаз, почек, нервов, сердца и кровеносных сосудов. Безусловно, ведущим при сахарном диабете является повреждение сердечно-сосудистой системы, поэтому эта патология достаточно часто приносит нам, как бы сказать, неудобства в лечении наших больных из-за вот этого коморбидного фактора. В настоящий момент на этом слайде представлена классификация сахарного диабета. В настоящий момент мы выделяем сахарный диабет первого типа, который связан с деструкцией клеток, продуцирующих инсулин, поджелудочные железы. Сахарный диабет второго типа, который встречается в 90% случаев, он может быть как с инсулинорезистентностью, так и без инсулинорезистентности. Также выделяют другие специфические типы сахарного диабета, с которыми мы встречаемся редко. Ну и еще гистанционный сахарный диабет. Основная группа пациентов, конечно, к нам поступает именно с сахарным диабетом второго типа. Диагностические критерии установлены Всемирной организацией здравоохранения сахарного диабета, и, соответственно, нам очень хорошо известно, ну, прежде всего, это уровень глюкозы натощак более 7 мм в литре, или, соответственно, так, уровень глюкозы, превышающий 11 мм при случайном определении или при проведении специального парорального глюкозотолерантного теста. На самом деле, в большинстве руководств считается, что уровень глюкозы нужно определять не в капиллярной крови, а в венозной крови, это более точный критерий. Ну, к сожалению, нам не всегда возможно ориентироваться на этот критерий, потому что пациенты поступают у нас без сознания часто, мы не можем собрать у них анамнез, мы не знаем, когда они принимали пищу, что переливали на догоспитальном этапе, поэтому очень часто в диагностике сахарного диабета ориентируемся именно на гликированный гемоглобин. Это процент гемоглобина, который необратимо соединен с молекулами глюкозы. Что очень важно, что вот этот показатель отражает средний уровень гликемии в течение трех месяцев. Соответственно, диагностические критерии сахарного диабета – это превышение гликированного гемоглобина цифр 6,5%. Это очень удобный показатель, он действительно не зависит от возможности сбора анамнеза и не зависит от того, знаем мы, когда принимал пациент пищу, вводили ли ему глюкозу или нет. Ну, эпидемиология сахарного диабета в мире ИРФ хорошо, как бы сказать, представлена в литературе. Мы прекрасно понимаем, что количество больных с сахарным диабетом увеличивается как в Российской Федерации, так и во всем мире. Вот по прогнозам ВОЗУ к 2045 году более, вернее, около 800 миллионов человек будет страдать с сахарным диабетом. Ну, в Российской Федерации, согласно статистическим данным, 3,34% населения страдает с сахарным диабетом. Опять же, я говорю, что это преимущественно сахарный диабет второго типа. Однако, недавно было приведено эпидемиологическое исследование, и авторы подчеркнули, что сахарный диабет второго типа диагностируется примерно в половине процентов случаев. Поэтому, по мнению экспертов, которые занимаются этой проблемой, в Российской Федерации с сахарным диабетом страдает не менее 10 миллионов людей. Соответственно, это около 7% населения, но имеется на виду взрослого населения. Далее, эпидемиология сахарного диабета в США, но здесь цифры еще более, как бы сказать, удручающие. Считается, что 11,3% населения США страдают с сахарным диабетом, у 38% выявлен преддиабет, и, собственно говоря, 23%, опять же, по мнению экспертов, это оценка, она может быть, конечно, не совсем точной, это недиагностированные диабетики. Поэтому проблема диабета весьма актуальна. Естественно, если она актуальна в целом и в общем, то она актуальна и в отделениях реанимации интенсивной терапии, где концентрируется наиболее тяжелая пациента, находящаяся в критическом состоянии, имеющая полиморбидную патологию. Когда мы обсуждаем сахарный диабет, то мы достаточно часто употребляем термин дисгликемия. На самом деле, это собирательное понятие, которое очень распространено в англоязычной литературе. Оно понимает под собой объединение нескольких состояний, это гипергликемия, гипогликемия и, соответственно, вариабельность гликемии в течение суток. Чаще всего мы сталкиваемся с дисгликемией у больных с сахарным диабетом, недиагностированным сахарным диабетом, который выделяется именно применительно к нашим пациентам, и так называемый стресс гипергликемии. Почему важно определять уровень глюкозы у больных отделений анестезиологии и реанимации? Вот очень интересное исследование, оно было опубликовано в этом году, свежее, современное, было обследовано около 1000 больных отделений реанимации интенсивной терапии, куда включили больных как с сахарным диабетом, так и без сахарного диабета. Оценивали дисгликемию, которую, опять же, включили в это понятие гипергликемию, гипогликемию и повышенную вариабельность гликемии. Оказалось, что дисгликемия была связана с избыточной смертью больных в отделении анестезиологии и реанимации интенсивной терапии. Поэтому авторы предлагают более пристально обращать внимание на показатели обеда глюкозы. Вот еще одна работа, это литературный обзор. При анализе литературы мы показали, что сахарный диабет как первого, так и второго типа – это фактор риска развития инфекционных осложнений и сепсиса. У 20-23% больных с сепсисом выявляется сахарный диабет. Естественно, при сахарном диабете у больных с сепсисом увеличивается летальность. Это, в общем-то, цифры достаточно хорошо представлены в литературе. Более того, развитие сепсиса само по себе приводит к компенсации сахарного диабета, даже если пациент получал правильную терапию. И что очень важно, на мой взгляд, что эффективность антибактериальной терапии у больных с сахарным диабетом ниже, чем у пациентов без нарушения углеводного обмена. Поэтому сегодня была лекция по антибактериальной терапии. Мы должны понимать, что у таких пациентов мы испытываем особые трудности при проведении антибактериальной терапии именно у больных с сахарным диабетом нарушением углеводного обмена. Вот еще одна работа, которая посвящена вопросам сахарного диабета и нормы гликемии. Достаточно большое исследование. Практически 16,5 тысяч больных было включено с сахарным диабетом. Такое же количество больных было включено с нормы гликемии. И, соответственно, эти пациенты подвергались очень большим хирургическим вмешательствам. Оказалось, что у больных с сахарным диабетом в послеоперационном периоде достоверно чаще развивались инфекционные осложнения, включая сепсис. Вероятность летального исхода также была выше в группе сахарного диабета в сравнении с больными без сахарного диабета. То есть авторы говорят, что мы, опять же, должны уделять пристальное внимание этим пациентам и следить за то, в каком состоянии они поступили к нам. Особенно это касается планов пациентов, которых нужно готовить к оперативному вмешательству. Факторами риска послеоперационных осложнений и летального исхода были предшествующая госпитализация по поводу сахарного диабета, гликированный гемоглобин выше 8% или глюкоза натощак выше 9,9 ммл. То есть авторы выделяют факторы, ну, естественно, госпитализация свидетельствует о том, что и по поводу сахарного диабета, что этот пациент действительно требовал вмешательства врачей, требовал наблюдения. Это является одним из главных факторов риска возникновения осложнений у хирургических пациентов. Но очень важно является недиагностированный сахарный диабет. Еще раз упомяну, что мы достаточно часто сталкиваемся с пациентами, которые отрицают наличие сахарного диабета или отрицают их родственники, если пациент не контактен, что у них был сахарный диабет. Но, тем не менее, мы такой диагноз ставим. Вот смотрите, еще исследование, в которое было включено 555 больных из отделения анестезиологии и ренематологии. И, соответственно, уровень ликированного гемоглобина более 6,5% у больных без сахарного диабета в анамнезе ассоциировал с увеличением летарности. То есть вот это тот показатель, на который мы должны ориентироваться, если пациент поступает в отделение реанимации. Мы определяем уровень ликированного гемоглобина и выясняем, есть у него диабет или нет. Потому что часто пациенты или не знают об этом, или они просто не в состоянии сообщить. Авторы делают вывод, что председствующая гипергликемия у больных с недиагностированным сахарным диабетом это фактор риска неблагоприятного исхода. Еще одно исследование, посвященное недиагностированному сахарному диабету и, собственно говоря, впервые выявленной гипергликемии. В исследование включили более 2000 пациентов, которые были госпитализированы в стационар. У 38% выявили гипергликемию. 26% из этого количества больных страдали сахарным диабетом и 12% была впервые выявлена гипергликемия. Оказалось, что впервые выявленная гипергликемия ссылилась увеличением летальности в сравнении с сахарным диабетом и нормы гликемии. Очень важный момент. То есть показывает то, что если пациент поступает с сахарным диабетом, то, видимо, у нас повышенная настороженность. А вот впервые выявленные гипергликемии, мы не ожидаем, что мы столкнемся. И, соответственно, видимо, мы обращаем меньшее внимание на этих пациентов. Более того, больные впервые выявленные гипергликемии чаще переводились в отделение реанимации, дольше находились в стационаре и чаще переводились в учреждения длительного ухода. Это говорит о том, что их не смогли полностью реабилитировать. То есть прогноз у таких пациентов даже хуже, чем у больных с сахарным диабетом. Ну и вот с чем сталкиваются постоянно врачи-настезиологи-реаниматологи, как в плановой хирургии, так и при лекаре курации больных в критических стаяниках, это так называемая стресс-гипергликемия. Под ней мы понимаем повышение уровня глюкозы в сыворотке крови, выше 7-10 ммол на литр, которое происходит во время острого заболевания. И как ожидается, самопроизвольно разрешится, когда стресс, болезни или воспаления спадут. Но, к сожалению, это не так, потому что стресс-гипергликемия чреват впоследствиями, даже если пациент выжил и выписался из стационара. И это очень важно. Ну почему, собственно говоря, важна оценка стресс-гипергликемии? Вот одна из ранних работ 19-го года. Было обследовано 5000 больных с травмой. Соответственно, критерии сахарного диабета определялись по уровню гликированной гемоглобины более 6,5%, а стресс-гипергликемии, как превышение глюкозы, более 10 ммол на литр. Соответственно, у больных с стресс-гипергликемией наблюдалось двукратное увеличение летального исхода, а у пациентов с сахарным диабетом близко летарного исхода увеличилось всего на 50%. В общем, авторы сделали вывод, что вероятность летарного исхода именно выше при стрессовой гипергликемии в сравнении с сахарным диабетом. Ну вот, еще одна работа, опять же, опубликованная в солидном журнале. Здесь обследовали тысячу больных, которые находились в критических состояниях. Стресс-гипергликемию расценивали как превышение уровня глюкозы более 7 ммол на литр натощак или более 11,1 ммол на литр после приема пищи. Выявили ее 50% больных в длении реанимации. Так вот, повышение уровня гликемии на 1 ммол у больных со стрессорной гипергликемией ассоциировалось с увеличением летальности на 20%. То есть, это серьезные цифры. Мы иногда недооцениваем уровень стрессорной гипергликемии, считая, что она связана с состоянием критическим, что сама пройдет, но, к сожалению, сама она не проходит. Вот еще одно очень интересное исследование. Мне очень нравятся работы, опубликованные специалистами из Австралии и Новой Зеландии. Обычно у них очень хорошая база данных, и они приводят гигантское количество наблюдений. И вот авторы опять из этих стран проанализировали больше 800 тысяч пациентов, без страха, без сахарного диабета, поступивших в течение достаточно длительного времени в отделение реанимации интенсивной терапии. Они выяснили, что стрессорная гипергликемия ассоциировалась с увеличением длительности госпитализации и показателями летальности. То есть, на большом количестве наблюдений они доказали важность этой проблемы. Ну, возвращаемся к настоящей действительности. Мы видим, что стрессовую гипергликемию оценивали и у больных с новой коронавирусной инфекцией. Вот оказалось, что в отделении реанимации гипергликемию выявили у 65,6% больных госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией. Из этого количества 44,8% были больные с сахарным диабетом, а со стрессорной гипергликемией составили пациента 20,8%. Оказалось, что опять же риск смертельного исхода был выше у больных со стрессорной гипергликемией, чем у больных с сахарным диабетом. Таким образом, меняются причины критического состояния, но тем не менее, вот эта вот значимость стрессорной гипергликемии остается независимо от мозологии, будь то это травма, хирургическое вмешательство или новая коронавирусная инфекция. Я говорил, что стрессорная гипергликемия не проходит бесследно. Вот в этом исследовании, как бы сказать, имеется убедительное подтверждение этого положения. Вот смотрите, опять же, ретроспективное когортное исследование, приведенное в государственной больнице Южной Австралии. В течение 7 лет они обследовали 17 тысяч больных и оценили взаимосвязь стрессорной гипергликемией у больных реанимационного площади и развитие сахарного диабета после выпуска из стационара. То есть очень интересное, как бы сказать, исследование. Оказалось, что стрессорная гипергликемия, они выявили 17% у больных без сахарного диабета и заболеваемость с сахарным диабетом второго типа после критического состояния составила 4,8%. Но что самое интересное, что риск развития сахарного диабета у больных со стрессорной гипергликемией был выше в 2 раза, чем у пациентов нормы гликемии. Причем авторы в течение 8 лет отслеживали положение дел. И мы видим вот на этом графике, что да, действительно, вероятность развития сахарного диабета у больных со стрессорной гипергликемией резко повышена, чем у тех пациентов, у которых была норма гликемии. Таким образом, даже если нам удается выписать больного из отделения реанимации, то стрессорная гипергликемия – это мина замедленного действия, которое ухудшает прогноз жизни пациента уже после выпуски из стационара. На самом деле, каждый раз, когда мы говорим о хирургическом вмешательстве или критическом состоянии, мы подразумеваем, что у пациента есть стресс-ответ на эту инвазию. Это патофизиологическая реакция, которая включает как эндокринно-метаболическую реакцию, так и системно-воспалительную реакцию. Собственно говоря, эндокринно-метаболическая реакция включает активацию симпатической нервной системы, гиперпродукцию гормонов гиспофиза и инсулинорезистент. Воспалительный ответ нам очень хорошо известен, сопровождается, безусловно, выбросом цитокинов, реакцией белков в острой фазы, изменениями со стороны лейкоцитов. Ну вот эндокринно-метаболический ответ, он подразумевает, что после хирургической травмы или какого-то критического состояния соматические импульсы поступают в гипоталямус, наблюдается выброс релизинг гормонов, происходит стимуляция гормонов передней и задней доли гипофиза, но, собственно говоря, увеличивается концентрация АКТГ, увеличивается уровень кортизола и происходит комплексное воздействие на метаболизм углеводов, белков и жиров. Стимуляция глюконеогенеза, усиление протеолиза и липолиза. И, в общем-то, формируется инсулинорезистентность. Достаточно классическая схема, которую мы с вами изучаем в институте. Мы видим, что любое повреждение приводит к катаболической фазе обменных процессов, развитию гипертокемии и инсулинорезистентности. Причем, может быть, мы до конца не знаем всех механизмов инсулинорезистентности, но, как правило, она присутствует, и мы наблюдаем так называемый голод во время изобилия. Вот на примере больных в критических состояниях мы видим точно такую же реакцию, что у нас есть нейроэндокринная инфи, ответовоспалительная реакция и вегетативная реакция. В конечном итоге запасы гликогена в печени истощаются, активируется у нас протеолиз белков, активируется липолиз, и в конечном итоге, опять же, мы сталкиваемся с гипергликемией и элементами инсулинорезистентности. Вот причины средств гипергликемии, очень подробно описаны в руководстве Федерации анестезиологов и аниматологов, посвященной к переоперационному введению больных. Мы видим, что причина средств гипергликемии – это стимуляция глюконеогенеза, периферическая инсулинорезистентность, увеличение реабсорбции глюкозы и снижение клиренса глюкозы. Вот инсулинорезистентность – это состояние, которое сопровождается снижением утилизации глюкозы тканями в ответ на действие инсулина. То есть у нас глюкозы-то достаточно, но, к сожалению, ткани ее не утилизируют. Это очень наглядно видно на этой схеме, которую опубликовали авторы статьи, посвященной переоперационной гипергликемии. Эта статья была опубликована в журнале «Сахарный диабет». И видите, они акцентируют внимание на том, что у нас есть два вида тканей, которые инсулинозависимые и инсулиннезависимые. Соответственно, при развитии стресс-ответа уровень глюкозы в крови повышается. И во многом это связано с нарушением так называемых транспортеров глюкозы в скелетные мышцы. Таким образом, инсулинорезистентность способствует возникновению гипергликемии. Но сразу оговорюсь, что все механизмы инсулинорезистентности, они не изучены до конца, но тем не менее мы регулярно сталкиваемся с этим явлением и ее в клиническом таком проявлении в виде гипергликемии. Вот в этом слайде изображены факторы, способствующие формулированию инсулинорезистентности и стрессовой гипергликемии у хирургических пациентов. Эти факторы есть как до операции, так и во время операции и после операции. Да, безусловно, до операции это факторы исходного нарушения углеводного обмена, предоперационное голодание, от которого мы сейчас отказываемся, это психоэмоциональный стресс пациента, тяжесть основного заболевания, ожирение и приведение интуитивной поддержки. Ну, во время операции, безусловно, это травматичность хирургического вмешательства. Мы стараемся использовать малоинвазивные методики. Ну, и важно, конечно, эффективность анастезиологического обеспечения, то есть насколько мы предвосхищаем развитие хирургического стресса. После операционного периода это адекватность обезболивания, вид нутритивной поддержки, состав инфузионной терапии и характер реабилитационных программ. Вот на этом слайде мы видим зависимость резистентности к инсулину и объема операции. Очень характерно, чем выше травматичность вмешательства, тем выше инсулинорезистентность у пациентов. Соответственно, это связано и с объемом оперативного вмешательства. Использование эндовидеохирургических методик, безусловно, сопровождается снижением вероятности развития инсулинорезистентности и ее степени. Ну, многие говорят, что инсулинорезистентность – это какое-то теоретическое понятие, безусловно, мы не меряем ее ежедневно. Но очень характерная работа была в это исследование, включено 273 кардиохирургических пациента. И мы видим, что снижение чувствительности к инсулину на 25%, то есть формирование инсулинорезистентности, ассоциировано с большими осложнениями, ассоциировано с увеличением вероятности развития сеписа и нагноение послеоперационной раны. Может быть, понятие теоретическое и нам до конца, как бы сказать, неизвестное, но, тем не менее, оно имеет яркую практическую направленность. Мы видим, что инсулинорезистентность связана с ухудшением результатов лечения хирургических пациентов. Одним из вариантов борьбы с инсулинорезистентностью в послеоперационном периоде является так называемая углеводная нагрузка. Она существует в двух видах. Старый вариант – это внутривенное введение глюкозы перед операцией. Это крайне неудобно. Во-первых, пациент не спит, пациент вводится глюкоза внутривенно, увеличивается нагрузка на персонал. Кроме того, внутривенное введение глюкозы в виде инфузии у коморбидных пациентов может спровоцировать развитие сердечной недостаточности и других осложнений. Второй вариант углеводной нагрузки – это назначение углеводного напитка ПРОС. 100 грамм углеводов назначают накануне операции и 50 или 60 грамм за 20 часа до операции. Какая же цель углеводной нагрузки? Прежде всего, это накормленный метаболический статус пациента перед операцией и сохранение запасов глюкогена. Они не разрушаются во время стресса. И, соответственно, преодоление инсулинорезистентности, профилактика стрессорной гипердикемии и сохранение анаболических эффектов инсулина. И считается, что эта углеводная нагрузка способствует увеличению секреции инсулина до операции. И, соответственно, это препятствует формированию инсулинорезистентности. Вот работа, опубликованная в 2022 году. Это перспективное многоцитровое двойное слепое исследование, которое включало 230 пациентов. Всем им были выполнены большие абдоминальные операции. Больные первой группы назначали углеводный напиток 800 мл за 10 часов до операции, ну, то бишь накануне вечером, и 400 мл за 2 часа. Больные второй группы получали воду в таком же объеме. Оказалось, что в группе больных, получавших углеводный напиток, уровень резистентности к инсулину был ниже. А уровень комфорта выше, отсутствовала тревожность, жалко, тошнота в сравнении, в общем-то, с теми пациентами, которым назначалась просто вода. Вот наше аналогичное исследование, которое было в нашей клинике, показало, что назначение углеводного напитка, во-первых, безопасно, даже больных с сахарным диабетом, не возникало никаких осложнений, и, собственно говоря, не возникало никаких экспрессионных дел. Кроме того, у пациентов была более стабильная гемодинамика, потому что у них был лучший волимический статус. Не было гипогликемии, соответственно, и гиповолемии. У них не было проблем с гемодинамикой во время оперативного вмешательства, соответственно, у них меньше был объем инфузионной терапии, и реже вводились прессорные амины. Ну, лечение стрессовой гипогликемии традиционно подразумевает, прежде всего, лечение основного заболевания, потому что от слова «стресс», пока мы не справимся с самым заболеванием, наверное, результат лечения стрессовой гипогликемии будет не столь успешным. Ну и второе направление – это инсулинотерапия, которую мы очень хорошо знаем, нам приходится достаточно часто назначать больных в политических состояниях инсулин. Еще назначаем мы его внутривенно. Ну, самая большая проблема – это целевые показатели глюкозы в крови, которые мы должны поддерживать. Мы все помним рекомендации движения «Переживом СЭПС» 2008 года, когда авторы рекомендовали на основании известного исследования, оно вот приведено на слайде, поддерживать уровень гликемии в диапазоне 4,4-6,1 ммол на литр. И вот эти вот рекомендации, они в какой-то степени, ну, изменили наше отношение к международным рекомендациям и веру в доказательные медицины. Почему? По одной простой причине, что ровно через год была опубликована работа, где говорится, что примерно те же самые уровень гликемии сопровождался более высокой смертностью, чем при поддержании значений менее 10 ммол на литр. То есть, таким образом, мы видим, что в течение практически одного года наше представление о целевых показателях глюкозы изменились. Да, безусловно, наверное, повышение смертности было связано с гипогликемией и с трудностями поддержания вот такого уровня. Действительно, в нашей практической деятельности у больного в критических состояниях с инфекцией поддержать уровень глюкозы на определенном уровне трудно. Но, тем не менее, вот такое положение было. Такое положение вызвало такую достаточно массивную критику. И, более того, в более поздних рекомендациях, в рекомендациях 2021 года, рекомендуется начинать инсулинотерапию при уровне глюкозы, когда в течение двух измерений он превысит 10 ммол на литр. Ну, наверное, вот нам необходимо поддерживать как раз уровень глюкозы менее 10 ммол на литр. Почему? Ну, это мы знаем из курса, опять же, патофизиологии. Мы вспоминаем наши студенческие годы. Мы знаем, что глюкоза у нас фильтруется в клубочках почных, соответственно, в максимальных каналах она практически вся реадсорбируется. И, естественно, в моче глюкозы у нас в норме не должно быть. Но, к сожалению, реабсорбирующая способность почек, она имеет свои, как бы сказать, границы. И вот почный порог у нас определен как в 10 ммол на литр. Вот при его превышении появляется глюкозурия. Соответственно, рассказывать, чем чревато шмодиурез, чем глюкозурия в этой аудитории бессмысленна. Мы прекрасно понимаем, это водно-электролитное нарушение, гиполемия, гипокалемия и жестин. Поэтому, все-таки, целевым значением, наверное, уровень глюкозы у нас является менее 10 ммол на литр. Это очень важный, как бы сказать, показатель. И практически во всех рекомендациях мы ориентируемся именно на эти цифры. Совершенно недавно была опубликована такая работа, которая называется мини-обзором, посвященному по целевому уровню гликемии у больных в критических состояниях. Ну, сразу скажу, что эта статья носит дискуссионный характер, но, тем не менее, автор акцентировал внимание на основных проблемах гликемии и больных в критических состояниях. Автор вынес, как бы сказать, в резюме несколько положений. Вот я их тут суммировал. Он пишет, что средствовая гипергликемия, развивающаяся в условиях критического состояния, ассоциирована с увеличением числа инфекционных осложнений и показателя летальности. Но это положение является ключевым, оно ни у кого теперь сомнений не вызывает, и, естественно, мы должны с этой средствами гипергликемии бороться. Далее он пишет, что необходима частая оценка уровня глюкозы. Слово «часто» я специально выделил красным цветом. Мы понимаем, что, наверное, мы должны оценивать глюкозу не реже одного раза в час у пациентов с гипергликемией, но не всегда это удается. Поэтому чаще всего в рекомендациях стоит каждый 1-4 часа. Далее следует стремиться к следующим целевым значениям. Прежде всего, глюкемическая вариабельность должна быть менее 4 ммл. Далее мы должны избегать гипергликемию. Менее 4,4 ммл. Вот такие цифры, как бы сказать, он определяет. Уровень глюкозы для больных без сахарного диабета и щерепно-ноговой травмы, риском хирургической инфекции он предлагает поддерживать на уровне 4,5-7,7 ммл. Ну, вместе с тем, вот в следующем, как бы сказать, пункте он немножко к себе противоречит. Потому что для хирургических больных и пациентов с сахарным диабетом предпочтительный уровень глюкозы 7,8-10 ммл. То есть, таким образом, все-таки вот у хирургических пациентов мы должны, наверное, ориентироваться на чуть более высокие цифры, чем вот указывает этот автор. То есть, действительно, они должны быть меньше 10 ммл на литр, но не опускаться там до 4,5. Более того, в конце он приводит следующее резюме, что развитие технических решений по контролю за уровнем глюкозы и ее коррекции позволит присмотреть рекомендуемые показатели. Да, безусловно, если нам удастся создать такое техническое решение, когда мы определяем моментальный уровень глюкозы и поддерживаем его на приемлемых цифрах, это будет здорово. Да, безусловно, возможно, тогда мы будем ориентироваться на цифры менее 10 ммл на литр. Ну, в настоящий момент диапазон достаточно такой вот широкий. Ну, что касается инсулинотерапии, то она очень подробно описана во многих, как бы сказать, рекомендациях, в том числе и российских, и зарубежных. Мы ориентируемся на те цифры глюкозы, которые мы получаем. Лучше измерять уровень глюкозы для ножной крови. Назначение инсулина подразумевается простое внутривенное введение. При необходимости мы вводим болюс инсулина. И, безусловно, последующие дозы инсулина мы уже вводим на основании тех цифр, которые получили. Сразу предвосхитить, как бы сказать, те значения, которые инсулины, которые нам потребуются, мы не можем, потому что больной в критическом состоянии – это пациент с многофакторным влиянием на обмен. Здесь может быть и назначение гормонов, здесь может быть и инфекция, здесь может быть и проведение нутритивной поддержки. И вот следующий момент – это проблемы инсулинотерапии при сахарном диабете и стрессорной гипергликемии. Авторы говорят, что в любом случае, когда мы назначаем инсулино-инсулин, мы можем столкнуться с инсулино-индуцированной гипергликемией, которая приведет к увеличению в конечном итоге летальности. Поэтому назначение инсулина не решает всех проблем. Более того, назначение инсулина увеличивает гликемическую вариабельность, что, в общем-то, нас не удивляет. А вот гликемическая вариабельность увеличивает вероятность летального исхода и уже не связана с уровнем гипергликемии. То есть, если раньше мы считали, что в основном негативный исход возникает в связи с гипергликемией, то вот здесь авторы говорят, что на это влияет и гликемическая вариабельность, то есть перепады уровня глюкозы в течение суток наблюдения этих больных. Ну, что делать? Одним из выходов решения этой проблемы – это назначение специальных смесей для энтериального питания, которые позволяют снизить дозу инсулина и гликемическую вариабельность. То есть, за счет того, что мы не будем назначать продукты с высоким гликемическим индексом, у нас снизится доза инсулина, и уровень гликемии будет более стабильным и меньше будет усложнений. Вместе с тем, мы должны с вами понимать, что, в общем-то, приведение нутритивной поддержки как энтериального, так и проэнтериального питания обычными смесями сопровождается возрастанием уровня гликемии, и это увеличивает риск летального исхода. А вот для уменьшения уровня гликемии целесообразно использовать специальные препараты для энтериального и проэнтериального питания, которые имеют измененную формулу, и, соответственно, схемы инсулинотерапии должны высчитывать уровень гликемии и вид нутритивной поддержки, что, в общем-то, неудивительно. Ну вот в этих работах, в последующих работах было доказано, что использование специальных смесей, ориентированных на гипергликемию, приносит пользу как медицинскую, так и экономическую. Вот первое исследование 125 тысяч больных с сахарным диабетом, которые были госпитализированы в стационар по экстренным показаниям. То есть эти пациенты не ожидали, что у них что-то случится, они были госпитализированы по экстренным показаниям, не все были, как бы сказать, подготовлены к госпитализации. Естественно, случилось какое-то обострение заболевания хронического или возникновения острого. Этих пациентов рандомизировали в две группы, в зависимости от типа питания. Часть пациентов получали питание, ориентированное на гипергликемию, это могли быть как энтериальные смеси, так и пероральное питание, а часть пациентов получала стандартную диету. Что же оказалось? Оказалось, что назначение специализированного питания больным с сахарным диабетом сопровождалось снижением длительности госпитализации и ее стоимость в сравнении с стандартной диетой. Причем экономия была значительной. Авторы делают вывод, что даже с экономической точки зрения необходимо закупать те смеси для энтериального питания, которые ориентированы на сахарный диабет и, соответственно, использовать у профильных пациентов. Вот еще одна работа, это уже больные, которые находились в отделении реанимации и интенсивной терапии. 794 пациента, находившихся в арит с сахарным диабетом второго типа, получали стандартную энтериальное питание, а 158 больных получали смеси, ориентированные на гипергликемию. Что оказалось? Что назначение специализированных смесей сопровождалось снижением летальности, потребностями назначения инсулина и стоимостью лечения. Почему, собственно говоря, мы и стремились, и стремились. То есть здесь авторы не анализировали уровень, может быть, вариабельность гликемии, уровень гликемии, но тем не менее, вот такие интегральные показатели, как летальность, потребность в инсулине и стоимость лечения, они были позитивными. Еще одна работа, она посвящена исследованию больных в критических состояниях, это 157 пациентов, которые находились на искусственной вентиляции легких. Значит, в исследования были включены пациенты, у которых при поступлении уровень глюкозы превышал 7 мм на литр или 11 мм в течение 48 часов пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии. Ну и считается, что стрессовая гипергликемия развивается в течение первых двух суток пребывания больного аварита. Также в исследование включили тех пациентов, которым энтериальное питание проводилось не менее 5 дней. Значит, критерии включения дополнительные, это АПАЧ, тяжелое состояние по шкале АПАЧ-2 больше 10 баллов, отсутствие сахарного диабета в анамнезе и индекс массы тела менее 40, то есть они убрали пациентов с морбидным ожирением. Больных рандомизировали на три группы. Больные первой группы получали стандартные смеси, больные второй группы получали смеси, ориентированные на гипергликемию, и больные третьей группы получали новые смеси, ориентированные на гипергликемию, в том числе они содержали повышенное количество омега-3 жирных кислот. Целевые показатели глюкозы они определили для себя как 6,1-8,3 мм на литр. Что оказалось? Оказалось, что использование смеси, ориентированных на гипергликемию, независимо от того, но это смеси ли старая, снижало потребность в инсулине, улучшало гликемический контроль и снижало число инфекционных осложнений. То есть лишний раз вот у достаточно такой тяжелой когорты пациентов, которые находились на искусственной вентиляции легких, которые по шкале АПАЧ-2 набирали больше 10 баллов, эти пациенты получили пользу от энтерального питания, ориентированного на гипергликемию. Что касается смесей, которые мы используем в Российской Федерации, вот здесь я привожу два вида, это нутризон диазон, нутризон диазон, хайд энергий, хайд протеин. Но они имеют свои ключевые особенности, которые нам хорошо известны. Но прежде всего это низкое содержание углеводов в качестве источника энергии, используется из-за мальдулоза, она медленно расщепляется и всасывается, не вызывая выраженных колебаний глюкозы. То же самое касается мазодекстрина, который не вызывает выраженного подъема уровня глюкозы. Основной источник энергии это жиры, которые содержат повышенное количество омега-3 жирных кислот, высокое содержание белка, как сои, так и козеин являются источниками, соответственно, энергии. Кроме того, эти смеси включают 6 видов пищевых волокон для улучшения функции кишечника, что предотвращает развитие как диареи, так и явлений, связанные с нарушением функционирования в виде обстепации. Кроме того, в этих же смесях содержится повышенное количество микроэлементов хрома, который снижает инсулино-резистентность. Это доказано во многих экспериментальных исследованиях. И вот мы видим, что принципиальное различие между этими смесями это содержание белка. Соответственно, нутризон-диазон, наверное, он чаще используется на этапе хирургического лечения в плановой хирургии. Но нутризон-диазон, хайпретин-хайтэнидж, он чаще используется все-таки в больных в критических состояниях. Вот в качестве примера можно привести работу, где эти препараты использовались. В исследовании было включено 47 больных с сахарным диабетом второго типа. И у них применили различные, как бы сказать, виды нутритивной поддержки. И, соответственно, изучили влияние этой нутритивной поддержки на уровень гликемии. Больные первой группы получали в течение 4 часов нутризон-диазон-хайтэнидж и хайпротеин. И, соответственно, больные второй группы получали обыкновенный нутризон-энидж, просто эниджи. Значит, что же исследовали? Исследовали уровень глюкозы в течение 8 суток от начала питания. Питание было зондовым. Результаты. Оказалось, что уровень глюкозы в интервале от 45 минут до начала кормления, до 270 минут от начала кормления, был ниже в группе, которые получали энтериальную смесь в виде диазон, хай-тенеджи, хай-протеина. Вот на этом графике мы видим, что имеется достоверное различие вот в этом интервале от 45 минут до 270 минут от начала питания. Уровень глюкозы, естественно, ниже в группе смеси, ориентированной на гипергликемию средствую. Соответственно, мы используем меньшее количество инсулина, мы снижаем гликемическую вариабельность, мы получаем меньше осложнений. Поэтому авторы исследования делают вывод о том, что специализированные смеси, они полезны. Мы переходим к нашим критическим пациентам. Алгоритм нутритивной поддержки больных в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии хорошо нам известен. Он за последние несколько лет не претерпел изменений, имеются, собственно говоря, международные рекомендации, наши рекомендации, которые его поддерживают. При поступлении мы должны оценить пищевой статус пациента. Естественно, мы выбираем в качестве первой линии это энтеральные питания. Начинаем мы в первые 48 часов. Если же оно недостаточно, неэффективно, то мы задумываемся уже о проведении парентерального питания или комбинированного терального питания и парентерального. Тактика такая, что мы постепенно увеличиваем доставку белка и энергии. Это связано с тем, что на начальных этапах нам не нужна гиперэлементация. Избыточное количество белка и энергии приводит к повышению летальности. Цифры, как бы сказать, нам очень хорошо известны. И под это эти рекомендации были разработаны специальные препараты. Вот первый это унтризон протеин НТН с высоким содержанием белка и с измененным соотношением азотно-белковые калории. Мы видим, что на начальном этапе, во время катаболической фазы, мы не можем подавить избыточное образование энергии, поэтому мы должны поменять соотношение азотно-белковые калории, дабы у нас не было гиперэлементации. А вот далее у больных с средствами гипергликемии, количество которых достигает 10%, мы можем использовать или должны уже использовать вот этот препарат нутризон диазон хайтэнджи хайт протеин, который как раз и ориентирован на гипергликемию. Мы видим, что у них гликемический индекс составляет 36, это гораздо менее 50%, и вот начиная где-то с 3-4 суток этот препарат уже может быть, как бы сказать, применен. На самом деле это действительно так, потому что в большинстве исследований пишут, что стрессовая гипергликемия развивается в первые 48 часов, и, собственно говоря, в 3-4 суток мы можем уже использовать этот препарат. Более того, он не вредит и у пациентов, у которых нет стрессовой гипергликемии, потому что по своему составу он отвечает тем требованиям, которые есть в рекомендации. Ну и завершая, коллеги, нашу дискуссию, я подвожу такую резюме, вот оно очень согласуется, это моя точка зрения, с тем, что было опубликовано в работе этих авторов летом 2022 года. Мы видим, что гликемия ухудшает прогноз о больных в критических состояниях. Ну, с этим, наверное, никто не спорит. Все, как бы сказать, задают вопросы, как нам этот уровень гликемии поддержать, дабы он не превышал у нас запредельных значений или у нас нарезвивалось гипергликемическое состояние. Развитие стрессовой гипергликемии у больных реанимационного профиля ассоциировано с последующим развитием сахарного диабета второго типа. Даже если мы спасем пациента, то мы должны понимать, что вероятность развития сахарного диабета после госпитализации в отделении реанимации интенсивной терапии с развитием стрессовой гипергликемии в два раза выше, чем у пациента с нормой гликемии. Поэтому нам, конечно, нужно думать и о будущем пациенте, а не только о том, что вот мы сейчас скоррегируем какой-то показатель. Жесткий уровень контроля глюкозы в интервале от 4-4 до 6-1 ммоль на литр сопровождается увеличением летальности. Целесообразно ориентироваться на цифры 7,7-10 ммоль на литр. Вот такие, наверное, цифры будут более правильными. Опять же, я говорю, что мы должны с вами понимать, что гипергликемия сопровождается быстрым развитием осложнений. Ну, вроде бы гипергликемия – это не так плохо, как гипергликемия, но, тем не менее, видите, в последнее время были получены очень интересные данные, что гликемическая вариабельность также ухудшает течение заболевания в критическом состоянии. Таким образом, конечно, колебания глюкозы нам тоже не нужны. Ну, инсулинотерапия должна проводиться в условиях контроля глюкозы каждые 1-4 часа. Ну, сразу тоже повторюсь, наверное, что, безусловно, это зависит от возможности стационара, от загрузки бригады, от того, что получает пациент. Но, тем не менее, действительно, уровень глюкозы мы должны контролировать и, главное, мы должны его интерпретировать. Потому что бывает так, что видишь в истории болезни, что глюкозу померили, а комментариев докторов нет. Как шел один и тот же уровень инсулина, так он и остался. Ну, то есть, врачи должны все-таки отраслить в истории болезни, что-то изменилось, не изменилось, увеличили дозу инсулина или не увеличили. И почему? Ну, вот измерение глюкозы как раз является, наверное, тем аргументом, который позволит нам аргументировать, что же нам делать дальше. Ну, и использование интериальной смеси, ориентированных на гиперглюкемию, позволяет стабилизировать уровень глюкозы и снизить расход инсулина. Ну, на самом деле, мне кажется, это направление нутритивной поддержки, оно сейчас находится в таком фауэре, в хайпе, как говорит наша молодежь. Почему? Потому что, безусловно, эти препараты не отличаются по ценовой категории от обычных препаратов, но, тем не менее, они позволяют именно стабилизировать уровень глюкозы, снизить расход инсулина, а снижая расход инсулина, таким образом, мы уменьшаем вероятность вот этой вариабельности гликемии, соответственно, возникновения каких-то осложнений. Поэтому, коллеги, на самом деле, нутритивная поддержка является одним из компонентов лечения больных в критических состояниях, с помощью нее мы не сможем только нее вылечить пациента, но, тем не менее, при адекватно подобранной, я бы так сказал, целеориентированной нутритивной поддержке, в зависимости от состояния, в том числе от уровня гиперглюкемии, мы можем надеяться на позитивные результаты. Поэтому, прошу, как бы сказать, принять во внимание важность состояния углеводного обмена и наличие специальных смесей, интериальных, ориентированных на гиперглюкемию, которые есть у нас, как бы сказать, в резерве и которые, ну, ни в коей мере не увеличивают ценовую нагрузку на лечение пациента, а в большинстве случаев даже ее снижают. Друзья, я благодарю вас за внимание, я рад, что вы нашли в субботу и услышали мою точку зрения, и, соответственно, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать в прямом эфире, или, если такой возможности не будет, у меня имеется на последнем слайде электронная почта, вы можете мне прислать запрос, прислать свой вопрос, или я вам вышлю.